Сэр Лободи Танго Ромни Докуляш Пистонок Поехали Обороты 7 Рука моя на закрылке Парапины Вот это называется градиент Здравствуйте, глубоковажаемые любители летных видов спорта Посмотрите, какую красивую чечевицу подарила нам природа И моя мечта до нее добраться Не факт, что это получится, потому что время уже позднее, скоро закат Волна очень слабая, мы уже четвертую или пятую меняем И пока никак не найдем волну, которая нас выкинет выше, чем 3,5 километра Я приложу все усилия, чтобы найти все-таки волну и подняться к этой чечевице Потому что показать ее вам ну очень хочется, эту летающую тарелку А вот солнышко стремительно приближается к горизонту Вот или нейроны Через 40 минут у нас закат Я взял таки волну 2 метра в секунду Наша текущая высота 3 километра 200 метров Визуально линза где-то на 5 То есть нам еще 2 километра нужно набрать Вполне можем успеть Гонка со временем Так можно назвать ролик Гонка со временем Устойчивый набор Вот вы все приборы наши видите Сила ветра текущая 42 километра в час Но сложный с сегодняшнего дня Потому что у ветра очень сильно меняется направление с высотой И уже очередную волну каждую у нас где-то срезает на 3500 В том месте, где вот эта линза Я еще не был под ней Но под нее я всегда успею сдуться Я сейчас пробую самое такое яркое место Которое у нас на районе есть Здесь стоит, как правило, самая сильная волна Ну если не считать Пик де Бёрг Но Пик де Бёрг сейчас может быть не совсем удачен по ветру расположен Будем проверять Ко-Пайло, ты как? Отлично! Ты счастлив? Я счастлив Это самое главное Как это? Думал ли ты, простой крестьянский сын Что попадешь в такой рай? Я себе всегда так говорил Я планировал Не, не, ну я шучу тем, что Когда-то в юности Когда-то, когда я был совсем маленьким Я, честно говоря, даже не мечтал Что меня в парашютисты возьмут Точнее, меня в парашютисты не брали Я думал, ну вот Судьба моя Судьбинушка У меня все началось Игорь, в 10 лет В 10-11 лет Я попал в авиамодельный кружок И все На этом, как бы Я прошел Двигатели внутреннего сгорания На авиамоделях Кордовые модели С радиомоделями Мне первое время не везло Вот Но кордовые У меня были и моторчики И стенд этот настроечный Как бы Я этим одно время усиленно занимался Даже до старшей школы практически Потом, как бы, пришлось Сосредоточиться больше на учебе И Ездить далеко Учиться Поэтому времени свободного Не очень много было Но зато после школы Меня взяли парашютисты При этом на втором прыжке Я потерял очки Близорукий Как-то ехал Но потом на машине домой Не очень много прыжков у меня Я не профессионал Я любитель Ну что ж, уверенно холодало Да Я хочу здесь попробовать Пробить вот этот слой Видишь, опять Меняется ветер На восточный Я бы тебе дал поелозить Но Мне хорошо и так Сейчас цигель-цигель Все хорошо Я Ты вполне себе неплохо полетал Я уже налетался Я готов наслаждаться Дальней перспективой И готов к подключению кислорода Вот Монблан, друзья Далеко-далеко Мы устойчиво и уверенно поднимаемся Сейчас уже высота 3700 метров Как меняет форму линза Видите, она немножко Видоизменилась Постоянно вот так вот меняется Там ползает И я очень надеюсь, что мы все-таки успеем к ней подняться Солнце же продолжает склоняться к горизонту Наш набор метров в секунду Соответственно, за 10 минут мы набираем 600 метров Это, конечно, медленно И сейчас вот уже 3800 То есть нам нужно 20 минут, чтобы набрать 1200 метров И то бишь у нас тогда будет 5 Ну, есть И 20 минут у нас есть Судя по положению солнца Сейчас 16 часов 13 минут Есть, конечно, более Агрессивный вариант пилотирования То есть я могу сейчас бросить эту волну Метровую, которую у меня есть И рвануть Непосредственно под линзу Но Беда в том, что В этом случае Присутствует реальный риск Не найти волну там И, как говорится, за двумя зайцами погонишься Ни одного не поймаешь То есть Сама Вот это вот Само облако Оно нифига не значит, что там прям Волна, волна, волна Да, она там есть точно Да, там выносят на определенную высоту Влажную, воздушную массу Которая конденсируется И образует эту чечевицу Ну, собственно, как это выглядит Воздух идет Поднимается Происходит конденсация Дальше напускается Происходит испарение Все И вот мы видим постоянно Стоящее на одном месте облако Очень красивое Поэтому я принимаю Консервативный вариант Развития событий Медленно поднимаюсь Медленно Это еще полезно Все-таки уже холодает очень сильно И на большой высоте Мы все равно планируем До заката долетать Если мы будем на 5000 Ждать этот закат Нам будет еще холоднее Очень интересно Из чего это облако состоит Ну, как правило Это переохлажденный пар Может быть Который, если в него залететь Мгновенно На крыле Конденсируется в лед То есть можно схватить Обледенение Если в эту чечевицу залететь Кстати, вот в такой штуке Уже можно схватить Обледенение, может быть О! Ё-моё! Мы его схватили Друзья, вот это жопа Вот это Ну, жопа жопой Но круто, что я могу вам снять Вот тебе линзочка Ну, так как я снимал ролик Вчера про обледенение Это прям У меня крайне удачный Контент получился Как же мне заснять вам этот Эть Что лед Реально лед Вот он, вот он лед Смотрите, вот Ой, бурга метей Мы поймали обледенение Уху! Как, представляете Я этот лед привез Вот Вот из той линзи Ну, мы можем так Одним глазком засунуть туда крылышко Будет очень интересно И посмотрим Потому что обледенение Если кратковременно Сунуть крыло То есть там Ну, выступить этот лед Ну, ему сразу оттуда вниз То есть, видите Ничего такого страшного Но, если долго висеть То, конечно, можно столько льда набрать Что поменяется динамика пропланина и будет у нее и как нехорошо и я не ожидал такого в африке не ожидал что такую штуку можно схватить но как вы видите факт на высоте 5 километров может быть обледенение это кстати очень легко почитать точно обледенение а я думаю что ли рон и подклинивает да может и трубочка замерзла вот но не показать вам эту красоту было бы ну просто кощунством поэтому невзираю на сложную метеообстановку о том что давно уже давно того домой пора я вот так вот показываю как же красиво скажите что я не зря это делал такой видит раз жизни и в общем-то атмосферка не очень стабильная внизу 30 градусов 35 можно посчитать градиент поймать обледенение можно даже в африке там прихватила элерона первый раз у меня я почувствовал как это неприятно и противно и вот это вот углу мне даже наверное немножко то что я знаю как это ощущение выглядит помогло мне сейчас обледенение это вообще пить авиация самая страшная штука после стопора дело о том что какие проблемы возникает при объединении на крыле самолета планера винтия лопастяк вертолета образуется лед и этот лед нарушает во-первых летатель аппарат набирает вес он становится тяжелее 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 то есть самолет не только ведет там пассажиров топлива двигатель но и лед или больше больше этого льда и вторая проблема что лед нарушает аэродинамику третья проблема что еще и управление прихватывать лично посадить как между тем я перешел на полтора метра в секунду на 1 12 достаточно уверенный подъем осталось совсем чуть-чуть пишите друзья комментарии подбадриваете наш экипаж совершать такой как это выдающийся поступок есть поздно вечером холодину но посадите минус сейчас минус где-то 5 7 градусов на поверхности планеты больше тридцаточки за бортом как весело я кстати не в шортиков нифига я в штанишках и в чунях и тут у меня даже электрохимгрелки валяются где-то на сзади но мы их не одели потому что не верили собственному счастью что мы так быстренько и красивенько полезем вверх то есть обещали волну но не обещали что можно будет взять большую высоту а между тем у нас уже 450 450 очень хорошо очень хорошо опять поменяла форму нашего блока речка река рона смотри светится очень красиво вот там под солнцем ага не знаю передаст камера или нет друзья посмотрите на горизонте под солнцем ровно светится полосочка река рона очень красиво мы продолжаем наше карабканье волна усилилась до двух метров в секунду то есть мой расчет был с абсолютно верным время сейчас 16 часов 24 минуты высота 4 700 смотрим на нашу линзу у нас же такой исследовательский полет будет на видеомонтаже вы будете все смотреть быстро ну да опять она форму поменяла стала какой-то такой сверх хитрой но мы продолжаем я хочу выбраться на ее уровень и тогда к ней пойти а может даже выше нее в любом случае большой шанс что мы рядышком с и сегодня пошалим почему-то 4 800 мы можем еще набрать километр то есть 5 800 у нас максимально возможная высота ты же мы уже чистым кислородом дозатор работает прекрасно в баллоне еще половинка на сегодня хватит и на завтра наверно тоже верный регулятор и марш как в две канюли офигачи это баллончик наш вот он тоже можете даже поставить на манометр и сказать мне сколько у меня кислорода осталось ну конечно я всегда в восторге от талиюмерона и от как светится рона в закатных лучах сейчас будет еще красивее сейчас когда солнце за пойдет вот совсем вот в этот пелену будут совершенно потрясающие краски на небе манблан на горизонте пошли пошел свет такой интересный сейчас с каждой минутой будет все по-другому друзья и счастлив показать вам эту картинку и счастлив поблюдать ее вместе с вами конечно вот этот очень интересный эффект принципе много раз был в волне и каждый раз во первых ну я с новым наверно человеком достаточно часто бываю и я снимаю горадуюсь как ребенок этому событию и вот этого именно возможности под приказ дать прикоснуться к чуду есть можно всю жизнь летать там как-нибудь по-другому и никогда не ну и знать что такая штука существует но не иметь возможность в нее попасть ну что просто в некоторых местах она довольно таки редко не из-за того что там там не знаю места плохие страна плохая просто так аэрология складывается что вот в этом месте волна бывает но очень редко там 5-6 раз за зиму а здесь мы летаем уже с этого море там не знаю какой-то там 10 на 12 раз в этом году я беру еще сколько предстоит полетов сейчас у нас четыре дня мощнейших волновых потоках никлау завтра собрался вот туда в австрию если видимо сейчас пальпом прекрасная очень часто волна сопряжена с тем что облака затягивают горы и в этом случае можно конечно в волне лететь но достаточно опасно можете посмотреть как сторону гренобля допустим небольшая перина есть вот облака идут переходят перевал дальше опускаются вниз и тают из-за того что воздух опускается прогревается феновый эффект и завтра вроде как альпы чистенькие от вот этих вот облаков и есть шанс слетать в австрию чем каус собирается завтра заниматься мы же под эти веселые разговоры пробили отметку 5 километров 5800 у нас ограничение фл 195 почему ну потому что вот видите инверсионный след мы как называть химтрейлы всякие и люди называют это дело так вот тут самолеты летают и те которые летают оставляя после себя инверсионные следы с этим никаких проблем вот те кто летает пониже они пониже летают мы только что не видны давно видели 1 вот они как раз способны нам немножечко не навредить но если мы залезем в пространство мы можем и встретиться а это неприемлемо 16 часов 38 минут 10 минут до заката то что здесь солнце так высоко это потому что мы высоко на земле но по слухам должна убежать через 10 минут будем сейчас наблюдать этот процесс закат солнца вручную ну закатся там вручную немножко другое когда планер разгоняет потом тормозят потрясающий совершенно вид на вот эти горы и у них верхушки не знаю камера передает им или нет насколько красиво тебе пушки подсвечены феноменально но осталось каких-то жалких 250 метров до высоты которую в реально любому пилоту стоит достигнуть терпи терпи казак а то мамой будешь мамой будешь на горизонте как раз получается что там нету облаков вот она сейчас через вот эту пелену муть опустится и прям само касание на горизонте будет чистым вот тогда мы сделаем закат солнца вручную есть все выше нельзя ну что ж прогуляемся посмотрим что мы с чем дают эти линзы 5800 метров выше не можем по причине нарушения воздушного пространства этого мы делать не будем ведь ему держим 5 790 мы будем где-то здесь отсидываться еще пять минут чтобы продемонстрировать вам когда идет солнце линза продолжает радовать глаз но видите высотомер мой сбит мне казалось что она все-таки вы ниже заходящее солнце подсвечивает воздушные тормоза здесь около пик депюра мощнейшая волна которая просто забрасывает нас вверх пытается заставить нас выйти выше чем 5 800 но мы держимся я сейчас бросил высоту до 5600 метров на земле солнце уже зашло время 16 часов 49 минут три минуты назад был закат на уровне земли но на нашей высоте солнце еще не зашло потому что мы вы извините на 5 километров выше чем наш аэродром здесь закат случится где-то через семь восемь минут но этого мы ждать не будем потому что очень сильно замерзли и хотим вниз поэтому я беру курс куда-нибудь так чтобы солнце было видно и выпускаю тормоза мы одновременно будем и солнце заходить и мы высоту терять и я надеюсь что мы быстрее немножко выйдем на режим консенсуса большой разницы вам не будет это закатная 5 800 или закат на 4 но своего студента я спасу потому что он честно говоря замерзает кстати сейчас видно как солнце отражается облаков которые уже там на средиземным морем к сожалению сегодня этого цвета фукси не получилось но может попозже будет конечно красиво светится в небо на сторону италии но не так красиво как это иногда бывает друзья мы снимаем в эри пэри посмотрите как небо выглядит случайно совершенно мы сняли свет сезона который использует там кто там гучи фигучи классно сейчас я вам покажу в это в эри пэри вот она сильно потрясающего эри пэри я попробую в камеру на улицу высунул вот такой вот в эри пэри кстати сейчас по идее должно звук прекрасно писать потому что пишу я сейчас внутренних микрофонов и обычно если камеру телефон высовываю в окно то звук совершенно жуткий шумит страшно а вот вы видите как все это выглядит сейчас попробую снять назад нашим в эри пэри вот там наш хвост должна наша штуковина летающих быть выглядеть быть видно в эри пэри смотри как за фэри пэри ну ты слушай ну надо надо гранцем просто фантастика что там творится что это это в эри пэри это этот на цвет ну да похож и слушай я думал что розовая понял что ты имеешь ввиду вот этот такой фиолетовый альку да ну шикарно шикардос конечно полная в эри пэри монблан вообще исчез на самом деле камера вижу по экрану слишком белым все делает мне кажется нереальные какие-то цвета это диджей акшин 3 я снимаю вот посмотрите как солнце она снимает солнце она снимает поприличнее итак друзья заход солнце вручную как он делается я сейчас обладаю скоростью в 120 километров в час я попытаюсь разогнать планер до скорости в 250 километров в час и по идее вот на этом и пикирование солнышко должно вскрыться сейчас 220 250 быстрее я не могу потому что все-таки у меня ограничение по акватору довольно близко будет вот солнышко заходит 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 это плоскоземелье что можно привет передать которые говорят что она заходит за какой-то там этот как его дьявола там небесно за что за край земли да я твоего закатим окончательно 250 я продолжаю снизаться зараза не заходит вот смотрите восходит вот видите появилась заходит и как быстро эх замечательно выходит ну и смотрите очень красивая зрелища прошу раз было когда носа планера дырял закат это просто праздник какой-то погнали сейчас я чуть больше перегрузку делаю а у хорошо вышло вот сейчас отлично изумительно а вот эти инверсионные следы друзья ведь они повыше и как они красиво в солнышке подсвечены полностью выпущены воздушные тормоза минус 10 закрылок и погнали вниз ибо уже тянуть некуда даже вопрос уже по времени посадки на нашем аэродроме потому что темнеет нам нужно хоть какая-то видимость для посадки продолжаем энергичное снижение вот наш аэродром на нем уже темно мне самому очень интересно как мы будем приземляться ну как вы видите друзья заходят машинки со светом это уже признак того если французы зажгли пары то совсем ночь выпускаю шасси вот перестал будить зуммер который говорит о том что закрой тормоза закрой тормоза и готовлюсь посадочки ветерочек меня извините вот прямо сейчас вот так останавливает рация включена включай сарла бати индия виктор дау винт леонид норд неизвестно прав для кого этого говорю ни одного такого придурка на аэродроме точно уже нету одни мы педали мне сейчас полностью ноги с них убрал потому что заход будет я вам повторю что не простой ветер сильный порывистый колено да я дед я держу 140 скорость не бойся все нормально я так сто раз делал ну вот видишь нос планету заходим через деревья нормально зашли точно теперь осталось вот сейчас я земли то извиняюсь ты не вижу и поэтому я выравниваясь чуть выше и просто вижу не вижу и что пишу вижу видишь шу шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу теперь нашу камеру не заби гати вот оно отлично у долбанул ей все таки фух зато сразу камеру подобрали все камеры записали все хорошо и как я в глубочайшем восхищении огонь друзья я тоже в глубочайшем восхищении мы успели но видите даже сейчас еще как-то относительно светло хотя уже конечно темно проблема что земли в сумерках не видно расстояние не чувствуется и при маленьком опыте и при сложных метеоусловиях можно очень сильно накосячить я себе поставил в этот рубеж это хорошо до новых встреч глубоко уважаемые любители летных видов спорта до более теплых и позитивных роликов